Поблагодарить всех неравнодушных и отзывчивых людей. Сегодня жители всего мира отмечают День благотворительности. В России акция проходит во второй раз и уже получила свое название «Щедрый вторник». Ежегодно в Ненецком округе помощь от жителей региона получают около тысячи людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Сегодня в отделение Красного Креста благодарили тех, кто приходит на помощь в трудную минуту. Некоммерческие организации, бизнес, государственные учреждения и частные лица. В этом году акция «Помоги собраться в школу» объединила еще больше людей. Они преподнесли настоящий подарок к 1 сентября 65 ребятишкам. Канцелярские наборы к учебному году получили дети из Наринмара, Искателей, Красного, Варныка, Великовисочного. Ограничиваться одной акцией многие спонсоры не намерены. Мы хотим провести несколько мастер-классов благотворительно абсолютно. Попробуем провести мастер-класс в детской больнице, попробуем провести мастер-класс на базе своего центра. Еще одна благотворительная акция, которая нашла отклик у жителей округа – «Добро как чудо». 350 килограмм игрушек, одежды и предметов первой необходимости получили жители тундры. Помощь стала подарком от неравнодушных жителей ко Дню оленя. Участников этих и других акций сегодня благодарили в отделении «Красного креста». Организация помогает свести нуждающихся и благотворителей. Ежегодно при поддержке организации материальную, финансовую и продовольственную помощь получают сотни людей. Мы помогаем и погорельцам, мы работаем и с лицами, которые… Они тоже люди, они приходят из мест лишения свободы, им нужно помочь где-то, в общем-то, действительно войти в социум. Лица, которые остались без жилья, лица без определенного места жительства. Чаще, конечно, мы готовы помогать просто детям, детям-инвалидам, детям-нуждающимся. В канун Нового года в отделении «Красного креста» традиционно стартовала акция «Ёлка желаний». Её адресаты – дети, проходящие лечение в больницах округа. Они нуждаются в играх, интересных и развивающих занятиях. Ваша улыбка и энергия могут стать для них отличным подарком на Новый год. Радость малышам принесут также игрушки, книги и сладости. Подарки принимаются в здании комплексного центра социальной защиты до 22 декабря.